Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Если ты новичок в криптовалюте и желаешь узнать, как сформировать портфель на 1000 долларов в криптоактивах, ты открыл правильное видео. Сегодня мы разложим все по полочкам на очень простом языке. Я являюсь инвестором в криптовалюту с 2017 года и сегодня я расскажу, как бы я инвестировал 1000 долларов в криптовалюту, если бы был новичком. Я покажу три примера трех разных портфелей для инвесторов с разным подходом к риску. Также я поделюсь своей инвестиционной позицией и пролью свет на некоторые ошибки, которые новички совершают, когда инвестируют 1000 долларов в криптовалюту. Конечно, ты можешь взять свою 1000 долларов и вложить ее в какой-то мемкоин или щиткоин в надежде сделать 600 тысяч процентов. Как это сделал условный инвестор, превративший условные 1000 долларов в миллион долларов на доги коине. Но в таком случае проще пойти в казино и поставить на красные, а шансы будут приблизительно такими же. Я советую так не делать, лучше досмотри это видео до конца, это будет для тебя полезно и интересно. И если оно тебе будет полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для новых видео. Кстати говоря, у меня есть уже целый плейлист с этими обучающими видео. Ссылку на него ты найдешь в описании под этим роликом. Посмотри, тебе будет очень полезно, я уверен. Начнем с моего взгляда на инвестиции в криптовалюту. Мое отношение к ним долгосрочное. Я стараюсь инвестировать в те криптовалюты, в которые верю из-за их фундаментальных основ. Также я верю, что они все еще будут здесь спустя 10-30 лет. Итак, первый портфель я назову самым стабильным, если такой термин вообще можно применять по отношению к криптовалюте. Другими словами, этот портфель наименее рискованный из всех. Если ты думаешь, как бы инвестировать 1000 баксов в крипту, представь себе, что твой портфель это пирог. Собственно, такой пирог ты и видишь перед собой. Я нарезал его за тебя. Распределение криптовалюты в нем следующее. 60% в биткоине, 25% в эфире, 10,5% в два разных альткоина по вкусу. Это наименее рискованный портфель из всех возможных. Он включает в себя 4 разных криптовалюты, но при этом 85% портфеля находятся в биткоине и эфире. Мы хотим биткоин, потому что среди всех криптовалют он имеет наибольшие темпы принятия среди институционалов. И даже некоторые страны уже его приняли. Его перспективы более предсказуемы, чем у 99% криптопроектов. Также биткоин принимают и различные компании. Например, некоторые из них уже начинают платить зарплаты в биткоинах. Илон Маск недавно снова подтвердил, что как только добыча биткоина станет более дружелюбной к экологии, Тесла снова начнет его принимать. Почему же Эфириум второй? Потому что это крупнейшая платформа смарт-контрактов, которая позволит большинству видов платежей в реальном мире рано или поздно стать более эффективными. Кроме этого, эфир в скором времени перейдет на Эфириум 2.0 и поменяет принцип работы на Proof of Stake. Проще говоря, вся сеть Эфириума станет более дружелюбной к экологии, то есть энергоэффективной. Также это сделает Эфир быстрее и дешевле, чем сейчас. Именно поэтому эти две монеты будут фундаментальной основой всех трех портфелей сегодня. И вот почему в самом стабильном и менее рискованном портфеле мы хотим, чтобы биткоин и эфир занимали 85%. Остальные 15% мы распределяем в альткоины. Вообще Эфириум тоже является альткоином по определению, а-ля альтернативная биткоину монета. Но давай согласимся, Эфир стал такой крупной платформой, что называть его альткоином уже язык не поворачивается. Какие же альткоины будут занимать остальные 15% твоего портфеля? Ты вправе выбирать их самостоятельно. Выбери те, в которые ты веришь. Их тысячи. В конце видео я расскажу, как правильно их выбирать. А сейчас я могу подсказать лишь то, что чем меньше проект, тем выше риски инвестиций, ну и потенциально прибыль тоже выше. Приведу для примера два альткоина для подобного портфеля. Например, Cardano и XRP. Это пример, а не рекомендация. Сможет ли такой портфель дать 100x? Скорее всего нет. Когда 85% инвестиций находятся в биткоине и эфириуме, сделать 100x будет сложно, так как эти проекты уже и так большие. Но несмотря на это, ты все равно можешь заработать на таком портфеле очень неплохо. Я имею в виду, что капитализация всего крипторынка сейчас 1,5 трлн долларов. Но капитализация лишь одной Apple на данный момент 2,5 трлн долларов. А золото и вовсе 11,5 трлн. Так что заработать на таком портфеле можно как минимум 10x. И причем весьма в комфортных условиях, ведь риски самые минимальные из всех возможных на крипторынке. Прежде чем мы рассмотрим остальные 2 портфеля, которые уже более рискованные, я хочу напомнить следующее. Диверсификация очень важна. И я говорю не про диверсификацию криптовалют, а еще более глобальную. Диверсификацию активов. Я к тому, что хотя я и называю первый портфель стабильным, нужно обязательно помнить, что курсы криптовалюты невероятно волатильные. Биткоин 3 месяца назад стоил 64 тысячи долларов, а потом падал до 30 и отрастал до 48. Это просто сумасшедшие качели на протяжении очень небольшого периода времени. Поэтому если ты инвестируешь в криптовалюты, тебе нужно научиться жить с этой волатильностью. И не хвататься за сердце каждый раз, когда биткоин прыгает на очередные 20%. Поэтому вкладывать сюда сбережения всей своей жизни очень опасно. Если у тебя есть бюджетные инвестиции, то вкладывай в криптовалюту от 5 до 15% от этого бюджета. Я знаю многих людей, которые мне жаловались, что они однажды продали биткоин на крупном падении, а сейчас постоянно мысленно возвращаются к этому моменту, и им становится плохо. Решение, продиктованное эмоциями, а не логикой, это плохое решение. Это, кстати, касается не только финансовых решений на криптовалюте, а вообще любых решений по жизни. Итак, переходим ко второму портфелю. Этот портфель среднего риска. Он уже рискованнее, чем первый. Как мы видим, доля эфириума и биткоина в нем составляет уже не 85%, а 60%. В этом случае мы увеличили долю альткоинов. Один из них – Cardano. Два остальных на выбор. Cardano была создана одним из бывших сооснователей эфириума, и лично я верю в нее и считаю, что она станет очень большим проектом в будущем. Люди, которые смотрят мой канал, знают это. Cardano уже работает на Proof-of-Stake, на который эфириум только собирается переходить. В ней в этом портфеле размещено 20% от нашей 1000 долларов, то есть 200 баксов. Еще по 100 баксов мы вкладываем в два альткоина на выбор. Эти два альткоина в итоге могут дать сотни, а то и тысячи иксов. Но с другой стороны, вполне вероятно, что они могут сдуться. Вместе они занимают 20% этого портфеля, поэтому и риски получаются не низкие, а средние. Теперь поговорим о том, как вообще выбирать альткоины. Нужно проводить расследование, и сейчас я дам тебе 5 советов, как это сделать. Первое. Почитай белую бумагу альткоина, который хочешь купить. Белая бумага – это фактически его техническое описание. Прочитав его, ты понимаешь, что это вообще за проект и чего он хочет добиться. Если белая бумага для тебя слишком сложна из-за технических терминов и так далее, то погугли эту криптовалюту простыми словами. Посмотри видеообзоры, почитай статьи на понятном человеческом языке. Второе, что тебе нужно сделать, это зайти на сайт проекта. И на его основе попробовать понять фундаменталы этого проекта и проблемы, которые он пытается решить. Если то, что ты узнал, импонирует тебе, если этот проект и вправду может решить эту проблему, что изменит мир в будущем, то, возможно, в этот проект можно инвестировать. Хотя очень часто, изучая тот или иной проект, я вижу шаблонные проблемы на всех, или проблему ради проблемы. Такие проекты вообще лучше не трогать. Скорее всего, они созданы не для решения чего-либо, а для наполнения карманов создателей. Третье, что нужно сделать, это обратить внимание на команду проекта. Внимательно изучи каждого члена команды, как хороши они в своем деле и каково их прошлое. Возможно, кто-то из них уже был замешан в нехороших делах. Я помню, однажды видел проект, в котором команда состояла из одного и того же человека, только под разными именами и с разными прическами. Тогда вокруг этого был большой скандал, ведь нашлись люди, которые повелись на это и отдали ему свои деньги. И такое бывает. Четвертое, обрати внимание на предложение. Когда ты в поисках проекта для инвестиций, тебе нужно обязательно узнать, как в этом проекте создаются монеты. Кто владеет большей частью этих монет, является ли предложение этих монет бесконечным или ограниченным. И последний пункт, найди мнение об этом проекте. Послушай, что говорят другие люди на форумах, веб-сайтах и других сообществах. Изучи достоинства и недостатки этого проекта. Конечно, эти пять пунктов не являются полным анализом, который проводит целая аналитическая команда в инвестиционном фонде. Но и они уже дают больше контроля в твоей руки над тем, какие альткоины ты выберешь в свой портфель. И, наконец, третий портфель, самый высокорискованный из всех. Это пример портфеля, который может дать больше всего иксов. Потенциально он может дать даже тысячи иксов, если альткоины в нем взорвутся. Но также и риски тоже возрастают, так как этих альткоинов в этом портфеле просто-напросто больше. Итак, биткоин и эфириум занимают 40%, остальные 60% распределяются между альткоинами. Философия его формирования похожа на второй вариант портфеля, только количество биткоина и эфириума еще больше урезано. Опять же, возвращаясь к выбору альткоинов для такого портфеля. Я хочу рассказать об ошибке, которую ты, как новичок, очень хочешь совершить прямо сейчас. У тебя прямо руки чешутся это сделать. Более подробно я рассказывал об этой ошибке в этом видео, ссылка на него будет в описании под этим роликом. Новичок выбирает проект поменьше, потому что попадается в психологическую ловушку. Он думает, блин, если я вложу 1000 долларов в биткоин, я получу всего лишь 0027 биткоина. Это же так мало. И действительно кажется, что это маленькое число. А если я инвестирую 1000 долларов в доги коин, тогда я получу 5144 монеты. А если в щибу ину, то вообще 160 миллионов монет. Вот это много. Но на самом деле, что 5000 доги коинов, что 160 миллионов в щиба ину, что 0027 биткоина, это все одно и то же. Это 1000 долларов. Новички очень часто, практически постоянно попадают в эту ловушку. Они смотрят на цены этих монет. Но все, что отображает цена отдельной монеты, это деление рыночной капитализации проекта на количество его монет. Некоторые альткоины пользуются этим и пытаются привлечь внимание новичков тем, что разрабатывают свою токеномику именно так, чтобы цена оказалась невероятно низкой. Для этого они создают миллиарды и даже триллионы монет. И тогда мы имеем цену что-то вроде такой. Шиба ину в данном случае идеальный пример. Предложение шибы составляет 394 триллиона монет. И каждая такая монетка торгуется за 0,00006 доллара. Некоторые люди смотрят на такую цену и думают, вау, проект еще не успел раскачаться, мы еще в самом начале. А что если шиба достигнет одного доллара? Да я же сделаю миллионы долларов и уйду на отдых. Вот о чем думают новички, когда видят такие цены. Чтобы достичь одного доллара, шиба ину потребуется капитализация в размере 394 триллиона долларов. Просто умножаем цену одной монеты в 1 доллар на все предложение шиба ину и получаем 394 триллиона долларов. Напомню, рыночная капитализация всех криптовалют составляет 1,5 триллиона долларов. Эта интересная визуализация подсчитала общее глобальное богатство. И оно составляет около 360 триллионов долларов. Так что даже если все богатство мира перейдет в шиба ину, она и то не будет стоить 1 доллар. Ей не хватит 34 триллионов долларов. Поэтому если ты новичок, не ловись на эту удочку. Ни в коем случае не ловись. А закончим тем, где же купить криптовалюту. Я пользуюсь в основном бинансом. Ссылка на него будет в описании под видео. После регистрации ты легко сможешь купить крипту с помощью банковской карты. Нажимаешь купить криптовалюту, выбираешь карту, вводишь свои данные. И дальше сам разберешься. Все очень просто. Второй вариант купить ее с помощью моего сервиса. ExchangeSumo.com Да, этот сервис создал и разрабатываю я и моя команда. У нас уже очень много направлений, связанных с криптовалютами. Посмотри, у нас есть биткоин, эфир, рипл, тезер, лайткоин, бинанс, манера, стеллар, иос и так дальше. Очень много криптовалют. Больше, чем у бестчейнджа. Выбираешь, например, банк Тинькофф на биткоин. Затем я рекомендую выбирать обменник с большим пальцем вверх. Это значит, что любые суммы до 300 долларов будут гарантированы моим сервисом. Обмениваешь и получаешь на протяжении 10 минут свои криптовалюты. Ссылка на этот сервис тоже будет в описании. Это мой сервис. Я им занимаюсь уже несколько лет. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было тебе полезным, поставь лайк. Я очень стараюсь каждый день, и твои лайки помогают мне понимать, что я это делаю не зря. А также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...